Просмотрим критериальные оценивания лабораторных работ. Итак, в первую очередь у нас методические заметки по лабораторной работе, которые описывают структуру, рабочее пространство и так далее. Давайте, структура лабораторной работы у нас описана таким образом. У нас унифицированная структура рабочего каталога задается. Исходный код, ну и весь этот рабочий каталог помещается на гид. Лабораторная работа у нас документируется в виде скринкаста, даже если делается из дисплей-классов. При выполнении работы выполняются соглашения о именовании и, собственно, критерии, реальная оценка, критерии оценки лабораторных работ. Рабочая пространство для лабораторных работ. Ну, опять же, для удобства такая сделана. Учебный год, название предмета, лабораторные, лабораторные работы. Тут у нас лабы идут, проекты, этапы проекта и так далее. Просто унификация для удобства. Запись самостоятельной работы. Мы просим самостоятельную работу записывать в виде скринкаста. В качестве софта предлагается поменять OBS-студию. Для чего это делается? Это делается из-за двух причин. Первая причина – это документирование выполнения лабораторной работы. Уверена, что именно человек определенное дело лабораторной работы, а не купил просто эти файлы. И мы можем видеть ошибки и исправлять эти ошибки. И второе – умение записывать скринкасты и вообще все эти видеокасты, подкасты и так далее очень стало актуальным во время пандемии. И ожидается, что и дальше это будут достаточно важные умения и навык для научно-инженерного работника. Если они это сделают один-два раза, то они получат умения. Если они будут делать это на каждую лабораторную работу, то это умение перейдет в навык. Это не будет вызывать у них никакого труда. Ну и собственно документирование работы тоже не будет вызывать большого труда. Плюс еще в рамках таксономии Блума мы рассматриваем вот такую вот запись, как один из вариантов мышления письмом или предписьмом. То есть прежде чем записать свои мысли в виде текста, текст записывает в виде видеофайла. Тоже некоторым образом документировать. Следует сказать, что мысли, которые никак не задокументированы, они фактически отсутствуют. Что были, что нет. То есть для человека, что для окружающих людей. Наиболее оптимально, конечно, документировать. И более зрело это в виде письменного текста. Но вполне возможно и вариант документирования в виде видео. То есть мы решаем, как вы поняли, несколько задач. А именно проверки выполнения лабораторной работы именно студентам. Более внимательного изучения ошибок, недостатков выполнения работы студентам. Далее мы развиваем в нем умение и навык работы с видеозаписями, со скринкастами. И в-четвертых, это такой упрощенный навык мышления письмом. В общем, опять упираемся в таксономию Pluma. И работаем в рамках ее. Итак, файлы они, естественно, не выкладывают. Тут все описано, как что делать, какие настройки делать. Файлы они, естественно, выкладывают не на сайт, не на Moodle, а в YouTube. Тут, во-первых, написано, что нужно подтвердить свой аккаунт. Подтвердить номер телефона, чтобы было разрешено выкладывание в YouTube больших файлов. И в конце они выкладывают ссылку на эти файлы в Moodle. Ну вот, тут все достаточно подробно объяснено. В качестве камеры, жалуются студенты, у нас типа нет камеры и так далее. Мы предлагаем использовать программный пакет DroidCam. Он и под Android, и под iOS есть, который позволяет превратить в камеру телефон. Уж студентов без телефонов это трудно найти. Ну и для Windows 10 у нас устранение неисправностей. Тоже все описано. Катентов тоже возникают. Они могут на этом описании все разобраться и решить все свои проблемы. Если они не могут делать хорошую запись, хорошие записи, то у нас на полный экран Full HD, то пусть делают похуже, скажем, 480. Это справляются даже самые примитивные компьютеры. Соглашение об именовании. Ну, опять же, основная идея этих соглашений в том, чтобы всегда на экране, на любом скриншоте, а отчеты о лабораторных работах делаются в виде скриншота, описание, что сделано на каждом этапе и так далее. Так вот, на каждом скриншоте мы должны видеть то, что делает именно этот человек. То есть, некоторый идентификатор. То есть, под соглашение об именовании. Критериальное оценивание. Тут нужно сделать, что... Сделать следующее замечание. Данное критериальное оценивание применяется в наших работах по треку. Такой виртуальный трек. Мы его называем DevOps или администрирование системное. DevOps для научных работников. Ну, что-то в этом духе. Мы в нем развиваем навыки работы с документацией, навыки групповой работы и так далее. Поэтому у нас упор делается на оформление отчета средствами Markdown. Кроме того, у нас работа состоит из двух частей. Выполнение работы и скринкаст выполнения, и отчет выполнения. Плюс краткое, буквально 5-6 слайдов, защита работы. То есть, отдельно не делать презентацию по работе, а именно краткое описание цели, задачи, что сделано, и чему студент научился, что освоил в этой работе. То есть, плюс к этому он еще осваивает быстрое делание презентации. То есть, презентация – это тоже вариант представления работы научного работника. Презентацию научный работник должен делать много и быстро. Вот это мы и учим. Далее, краткий вариант содержательной части работы. То есть, корректность выполнения, анализ результатов, запись выполнения работы. И соглашение об именовании. Мы тут ввели вот такие вот оценки. Не 1, 2, а 5 и 10. Ну, потому что очень многие студенты нарушают это соглашение. Поэтому мы должны как-то вот оценку ограничивать. Ну, еще раз напоминаю, что при настройке критериальных оцениваний у нас нормируется максимальная оценка на максимальную оценку, заданную на данную активность. То есть, какие бы вы цифры тут не ставили, превышения не будет. Дальше, чек-листы сделали того, что нужно загрузить, чтобы студент при каждой загрузке мог проверить, что он это сделал. Ну, и ссылки у нас тут на презентацию, отчет лабораторной работы. Ну, вот так вот. Пожалуйста. Достаточно, они могут использовать. Итак, давайте мы сделаем... Вот у нас лабораторная работа. По лабораторной работе у нас информация. Следующая будет описание лабораторной работы. Видео по лабораторной работе мы обычно готовим. То есть, как его выполнять, чтобы, если вопросы возникают, то чтобы ознакомились. Ну, и оценивание. Вот и будем сейчас задавать оценивание лабораторной работы. Оценивание мы делаем в виде взаимооценивания в данном случае. Естественно, можно делать просто как в виде активности задания. Они выкладывают, оценит преподаватель. Но, опять же, базируясь на таксономии Блума, мы считаем, что взаимооценивание повышает уровень восприятия студентам данной работы и уровень, скажем, осознанности в проведении работы и в выставлении оценок. Преподаватель потом проверяет все эти же работы, просматривает и выставляет свою оценку. Преподаватель выставляет более высокий вес оценки. У студентов вес оценки один. Преподаватель выставляет, ну, скажем, 16 вес. И, соответственно, оценка стремится к той, которую выставил преподаватель. И по тем оценкам, которые они, тем значениям, которые они проставили, в зависимости от того, как далеко они отклоняются от оценки преподавателя, например, не глядя, все высшие баллы поставил, у него понижается, и человек, которому он поставил, не получает все высшие баллы, и у него понижается оценка за проверку. Это дает студентам восприятие осознанности их действий. Для этого мы добавляем элемент курса «Семинар». «Отчет по лабораторной работе номер 1». С оценками сейчас мы разберемся. Значит, рубрика мы ставим. Оценка за работу. Сколько у вас лабораторных, сколько они баллов забирают. Ну, скажем, мы делаем... На каждую неделю у нас бывает по одной лабораторной, по две лабораторных. То есть 8 или 16 лабораторных работ. Соответственно, они могут иметь... Так, чтобы они были... Оценивание их где-то около 50 баллов. То есть у нас разбито в несколько активностей. Это тест финальный, тесты коллекции, лабораторные работы, доклады, проекты и так далее. Мы делаем так, чтобы человек для получения тройки мог выбрать минимальное количество активностей. Ну и в частности, чтобы лабораторные, это были именно основная активность, которую он выбирает для получения тройки. Итак, если у нас 8 лабораторных работ, мы можем, скажем, по 5 баллов на каждую работу, получается 40 баллов. И раскидать их как 2-3 или 1-4. Если у нас 16 лабораторных работ, то у нас... Сколько у нас получается? Чтобы было где-то больше 50. Ну, скажем, 4 балла на работу или 3 балла на работу. Это 2 выполнения, 1 самопроверка. Ну, все в вот таком духе. Ну, давайте, вот скажем, 2-3 сделаем. 2. Без категории. Проходной балл не будем ставить. 2 балла после запятой. Ну, вот. Вот в таком вот виде будем делать. То есть, получается, что 3 балла за работу, 2 за оценивание. Ну, или вы можете, наоборот, 4-1. Ну, это вот как вы решите. В данном случае у нас 5 баллов за лабораторную, 8 лабораторных 40 баллов. Значит, параметры работы это значит, онлайн текст. Это у нас информация для того, чтобы там был ссылки на лабораторные, ссылки на видео и ссылки на гитхаб. и файлы. Пусть будет все. Крайнего срока. Не последнего, а крайнего. И инструкции по работе. Ну, в частности, в виде инструкций давайте мы сделаем чек-лист. Чек-лист, да? Вот чек-лист. Я скопировал. Поставлю markdown формат. Ставлю вот такой вот чек-лист. параметры оценки это инструкция по оценке. Тут можно написать. Отзыв можно дополнительно о том, что сделано. Можно дать примеры для тренировки. Не даю я. Вот главная доступность. Мы задаем, ну, скажем, у нас скажем, 19-го началось. 26-го вот в начале мы. Тогда мы делаем, что в субботу мы завершили. Вот. И неделя дается на проверку. Вот до восьмого проверка. Главное щелкать переключить на следующий этап автоматически, чтобы мы не переключали вручную в это. Опять же, для удобства. Позже вы увидите, как это работает. Следует заметить, что когда вы переносите на туис это, то вот эта галочка пропадает. И приходится на каждом курсе заново. даты остаются, а галочка пропадает. Галочку проставлять заново. И за одним тогда слетает распределение работ. Вы тоже вручную это для каждой работы прощелкиваете галочки. Вот как настроен туис. Это у нас настройки видимости. Ограничение доступа не ограничиваем. Студент должен сделать сабмишн, то есть выложить теги и компетенции опять же не используются. Сохранить и показать. Вот в таком вот виде у нас эта работа. Это если мы щелкнем, давайте мы обратно выйдем, если мы не редактирование щелкнем, а по отчету просто щелкнем, то вот у нас такой вид и переходит. Вот видите у нас введение мы не задали, ничего страшного нету. Тут мы делаем сразу на всех работах фазу предоставления работ, чтобы студенты задавали, выдавали работы, сразу загружали вот, что они видят при загрузке и формулу оценки мы не сделали. Давайте мы это сделаем. Итак, вот у нас немного по-другому, чем в задании обычном, но вот делали разные люди, по-разному все это восприняли. Не в виде списка я предлагаю делать о виде сетки, удобнее в виде сетки, он в виде вот такой таблички получается. мы восьте покрутить эти моменты, а я все-таки все это сделаю, чтобы вы видели, как это делается. Нудновато, но итак, вот скринкаст у нас 0, когда скринкаста нету, а единица, когда есть скринкаст голос, но нет веб-камеры. И два, когда есть и то и другое. Итак, отчет. Ну, в данном случае, как я уже сказал, у нас отчет для разработки, для выработки навыков работы программерскими отчетами. Ну, я еще раз говорю, у нас не теоретические курсы, у нас курсы скорее вот из направления девопса. поэтому мы так делаем. Естественно, если это у вас теоретический курс, то у вас другие критерии будут для лабораторных работ. Вот и нити. А я не то что-то удалил, да. Сейчас обратно. форматы. Ну, вот мы их учим, чтобы они делали форматы как doc markdown, так и pdf. и так. Еще два критерия добавить. Добавим. Ну, вот они не отображаются. для этого нужно сделать сохранить и продолжить редактирование. И вот они запомнили. Еще два критерия появилось. Итак, структура. естественно, отчет должен иметь определенную структуру введения целей, задачи, основная часть, заключения, выводы. Ну, как вот есть эмрат, структура для статьи, точно так же есть структура для отчетов. Значит, ну, вот тут мы требуем подписи ко всем скриншотам, чтобы они не были просто навалены, а были осмысленные подписи. еще два критерия. Сохраните протокирование подписи. То есть у нас должны быть сделаны ссылки внутри текстовые, но в частности перекрестных ссылок на формулы и так далее нету, а мы смотрим ссылки на скриншоты, поскольку наши отчеты в основном выглядят как скриншоты, то есть описывающие как делась работа и описание. Соответственно, ссылки должны быть автоматически генерируемые. Markdown это, естественно, позволяет. Полнота описания. Ну и плюс к этому теоретическое введение должно добавить еще два критерия. Немного избыточных количества критериев, но они достаточно простые все. Критерии должны быть простые и легко проверяемые. То есть чтобы не было дискуссий о том, выполнен критерий или нет. Девятый критерий презентация. Вот презентация защиты лабораторной работы. в принципе, если нас что-то не устраивает, мы можем устроить очную защиту. Вот человек очно все это рассказал. Но обычно вот видеозаписи защиты вполне достаточно. еще еще два критерия добавили. Пятый критерий скринкаст. естественно, поскольку у вас нету необходимости заставлять их делать все в маркдауне, то вы можете необходимость маркдауна убрать. ну и презентации научный стиль мы предполагаем использовать. Еще два критерия скриньки продолжить редактирование. 13.4 это гид. Ну, опять же, оформить. 12.4 Мы опять же учим их на все-таки девопс направленности, то есть использование средств контроля версии, коллективной работы. Это мы считаем непременно что они должны уметь делать. Это мы это требуем. Корректность выполнения вот это уже нужно понимать как все сделано. Даже вот раз два критерия должно четыре добавиться. Анализ результатов должен быть выполнен. выполнен. Полно объем. запись выполнения работы отсутствует запись неполная запись полная пояснениями состерпывает критерия и вот именование. Важный критерий для нас. Студенты везде демонстрировали что работы сделали именно они не кто-то другой. Особенно это критично для студентов которые просыпаются в конце семестра или четверть. Так. Ну сохранить и посмотреть давайте здесь. Вот такая табличка и они по этой табличке выставляют оценки. Ну естественно у нас очень достаточно крупная табличка. Но вы можете все уменьшить врезать как хотите. Ну и отзыв. Итак давайте мы завершим конфигурацию нашего взаимного ответа. Итак еще раз покажу у нас оценки с рубрикой заданным и доступность обязательно переключить на следующий этап. Нажимаем на лабораторную. Вот мы вот в этой фазе введения семинара можно написать там какие-то умные слова можно не писать. Это вопрос непринципиальный. Мы по умолчанию все семинары выставляем в фазу предоставления работ. Формула оценки есть. Так что студенты могут отправить вашу работу. свою работу. По истечении там галочка у нас по истечении срока сдачи работы мы перейдем на фазу оценивания. Написано запланированное переключение. То есть преподаватель тут никак ему реагировать не надо. У них автоматом прекратится сдача работ и им будет предложено несколько работ для проверки. И вот тут мы задаем плановое распределение. Автоматически распределять 5 авторов 5 работ и они проверяют. Сама оценка тут отключена. Я однако люблю и делать самооценку. Давайте мы ее включим. Человек еще и там себя проверял. Где же это у нас тут? Вот. Студенты могут оценивать собственно на работу. И теперь мы поправим распределение. Автоматически параметры добавить самооценивание. Итак, у нас ситуация следующая. При переносе на туис экспорте на туис там слетает вот галочка перехода автоматического на фазу оценивания. Соответственно слетает и плановое оценивание. Плановое распределение на оценивание. Вы должны после переноса проставить эту галочку на всех заданиях и после этого на всех заданиях включить плановое распределение. после того, как автоматом будет переключено на фазу оценивания, вы можете значит вручную я переключил. Тут у вас будет несколько работ представленных на оценивание. Студенты оценивают. После этого вы видите все оцененные работы. Сами оцениваете и переключаете на фазу оценивания оценок. И выбираете тип оценивания. По умолчанию беспристрастно. Я как-то большой разницы не уловил. нажимаете пересчет оценок. И вот тогда у них появляются оценки за работу и за оценивание. И после этого вы щелкаете семинар окончен. И эти оценки появляются в их журнале оценок. но еще раз я говорю что загружаете как раз вы в фазе представления работы. Ну вот и все. То есть мы предоставляем работы. Вот у нас работа. Нужно название дать. Содержимое. Вот у нас ссылочки мы сюда вводим. Две ссылки на YouTube и одно на GitHub. Тут файлы которые мы должны сделать. Это студенты все делают. И сохранить все. В результате будет выложена работа. Вот так все достаточно просто. Таким вот образом мы используем взаимное оценивание студентов. Что полезно и для нагрузки преподавателя и для развития студентов согласно таксономии Блума. и для что это не таксономии и для того, что это не как